ПЕСНЯ Milí priatelia, vítame vás pri sledovaní Hlasu Slovenska. Dnes večer sa budeme venovať slovenskému športu. Slovenskí športovci dokazujú na svetových štadionoch, že napriek početne malému národu sú schopní vybrúsiť svoje schopnosti do takej miery, že prejavujú o nich záujem aj iné zahraničné kluby. Sú to nielen desiatky futbalistov, hokejistov, ale aj plavci, tenisti, ba dokonca ľahkí atléti. Medzi nimi vyniká malá hrstka tých, ktorých výkony boli odmenené tým, že reprezentovali krajinu, v ktorej sa usadili. Futbalisti Laco Kubala, jeho syn a Davčík reprezentovali Španielsko. Stan Mikita reprezentoval Kanadu v hokeji, Helena Kelesiová Kanadu v tenise, Miroslav Rolko, Nemeckú spolkovú republiku v plávaní, Marcel Gehry, Kanadu taktiež v plávaní. Hokejisti Jozef Golonka a Vlado Zurila úspešne reprezentovali slovenský hokej vo Švajčiarsku a Nemecku. Avšak dnes najznamejšími športovcami zostávajú bratislavskí súrodenci Marian, Peter a Anton Šťastný, majstri celoštátnej hokejovej ligy za Slovan Bratislava, dvojnásobní majstri sveta a Peter, taktiež výťaz kanadského pohára v roku 1984, avšak už v drese Kanady. Milí priatelia, všetci títo športovci, okrem Davčíka a Kubalu, nemali ani nemajú možnosť reprezentovať Slovensko v drese so slovenským štátnym znakom, preto mnohí z nich opušťajú Slovensko a presadzujú sa na území cudzých štátov. Jedného z nich vám dnes predstavia Larry a Jozef Kíška. Znajdámeš! It's my distinct pleasure to be able to interview Peter Štrastvnik of the Quebekov Nordique today. Peter, welcome to Winnipeg and to The Voice of Slovakia. Thank you very much. Let's have a few questions for you. When you left Slovakia, how or why did you choose Canada and did you at that time believe you would be playing professional hockey here? Yes. Actually when I left in August 1980, Я выбрал Канаду, потому что я был в Канаде несколько раз, в Норд-Америке, и как-то я люблю Канаду больше. Мне кажется, что это было лучше и лучше, и даже социальные структуры были близко к тому, что я был использован. Это один из причин, почему я выбрал Канаду, и почему я выбрал Канаду. И еще одна из причин, или еще одна из причин, были Канады-Норд-Америке, который был новым в НХЛ, и не было слишком много в первом году. Это было очень круто для меня, потому что они закончили 20 от 21 команды. И я сказал, что если я могу сделать что-то, то я могу видеть, что я буду делать, и что я буду делать. И я был очень счастлив. И я пришел и помогал эту команду. И я помогал эту команду, чтобы улучшить очень много. Многие люди отмирали тебя за твои силы, как и атлетики. Были вы лучше подготовлены и подготовлены в Канаде, или в Словакии? И что есть какие-то изменения, которые вы обнаружили? Ну, это же из-за того, что вы такое делаете? Ну, это точно, что это не просто. Ну, это же из-за того, как и в Канаде, и в Словакии. И в Канаде-Норд-Америке, в Канаде, в Канаде-Норд-Америке, в Канаде-Норд-Америке. которые держат их вместе. Это по-другому месяцу, но это распространяется по-другому месяцу. Это значит, что они почти каждый месяц. Сначала они учатся, особенно подготовлены и контролируют. Это другая тренировка. В сравнении с тем, что здесь, в summer, игроки, они учатся на своем. Они получатся программы, которые они рекомендуют. Но никто не следует, никто не forces их. И они должны выбрать, что они любят делать, и они должны быть готовы индивидуально. И потому что я встречал два способа, чтобы готовить, я смогли бы отбить от двух. Потому что у них всегда есть преимущество на двух сторонах. И это значит, что я, наверное, уже более чем-то играл. Потому что здесь, наверное, очень сложно. И вы действительно нужны для того, чтобы было много лет, чтобы расслабиться физически и mentally, чтобы быть готовым для следующей season. И это то, что мы видим, что здесь и здесь. Многие люди знают, что вы как-то очень славок-славок. Как вы чувствовали, когда пресс-славок-славок-славок-славок, и как вы делали это? Ну, это один из причин, или один из моментов, когда я лично всегда был нестабильным, и я был frustрительным в то время, когда они 계속 называли меня на чек, потому что, для меня, у меня много друзей, я играю на national team, много друзей, чек, и я их respect, но для меня, я всегда был рад, и я всегда был рад, что это мой народ. И быть славоком всегда было важно для меня, поэтому я хотел бы, чтобы они знали, что это не так, это как раз, это как раз, как раз, потому что если вы делаете honest, то это хорошо, но потом я обязательно пытаюсь корректировать их, даже если вы можете видеть какие-то references, но это не случилось в Кэбеке, в Монтреоле, и, на самом деле, даже, они самоуправили, как достигнуты, которые идут в hockey world, они говорят, что мы шловики, а не чеки. And as long as I see any referral to me as a Slovak, I'm very pleased, very happy, because I know that those mistakes used to happen a lot. Now it's rare, but it still happens, and there is still some work to do. Do you have any words of encouragement for the many people who would like to become professional athletes? Well, it's definitely not easier. You know, the odds are about as good as to win a lottery sometimes. But still, as long as you like what you do, whatever professional sport you choose, you have to first like it, because this is the main principle. Because if you like something, you'll be able to sacrifice. Sacrifice a lot of things in your personal life, and then you'll be able to achieve your goals. That's why whatever you do, if you don't feel like this is something you want to do in the future, please don't do it, or stop it right now, because you won't get far. If you keep liking or loving what you do, just be consistent, train, listen, keep your ears and eyes open, and by learning and training hard and being honest, you can get far. Peter, I'd like to thank you for joining us today at The Voice of Slovakia and I wish you the best of luck in your future endeavors. It's been a pleasure. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. 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 Thank you. что мы пришли на 25. августа 1980. До посиала нам очень понравилось, что мы очень привыкли. На самом деле, как на празднике, в родинном жизни, где мы дарим все, потому что я и Антон мы сегодня очень большие родины. У нас 4 детей. Две цели, двоих сынов. Антон имеет двоих сынов. Все дети родились уже в Канаде по нашему приходу. Мы привыкли. Канаде, кэбэчане. Дети говорили очень французский. Самое, мы их учимы. Словенский. И все, что мы можем сказать. Мы очень спокойны. Думаю, что так будет продолжать. Далее. Можем вам загратилировать к вашим родинам. Мариану Мариану на одном утоке на одном утоке. В каждом припаде, что это были смешанные почиты, потому что была радость на одной стороне, учитывая на другой стороне, а учитывая старость область у нашего старшего брата, у Мариана, который стал в Републике, о которой я знаю, что я очень важно как очень добрый хокейст. Это правда, что мы были один из лучших лучших утоков на свете. И в последнем году лучший уток в Ческо-Словенске, где нам подарил год предтым, как мы пришли с тем, премиум, 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 в истории Ческо-Словенске лиги. А вшак по наше разводитии при СЭМ с тем, что Мариан стал дома, наоборот, были старости. Что будет с Марианом? Потому что я познам и Мариана, и наши урады. В каждом премиуме с тем, что возникли конфликты и он платит на это. Премиум, что это стало по кратком часе был дистанцирован. Я достал дистанцирован на один год. И я знаю, что для нас, в родине, в чем мы играли в хокеи, в хокеи, очень много. Причем мы пришли с тем, потому что кто начал охранять нашу хокеевую карьеру, нашу хокеевую будущее. И я знал, что Мариана была очень охранена. И наоборот, мы думали. Часто и молили, чтобы было легально, или что-то досточься до Канады, и снова на наш уток, на который мы были так очень известны. Потому что от моих моих первых кроков брака Антона был с нами без что хоккей в Северной Америке является много твердым, много нагородным и на высшем уровне. Нет, по хоккей наоборот, что НХЛ является наибольшим, наибольшим хоккейном сутяшем на свете. И это тем, что хрящи с физически сильнейшие и используют наиболее насадения интенсити в запасах, а к этому придаме скоро аж неуверительный почит запасов 80 при выровнанности, как я тут, при физической силе единотливцев а при зменшеных велокостях их риска в поровнании с Европой, так каждый запас е наоборот, чьи физически, или по улучшеному часу, психически. Так что, это была наоборот для нас и наоборот для нас и наоборот для нас и наоборот для нас и наоборот для нас наоборот для нас и 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 кое-то по мне презентам очень позитивно повпривнило муством, и, конечно, а мне, А мне, это былаcryорная и когда я буду выхватывать ранения, так мы считаем, что мурство, так как и я особо, все-таки злепшим, потому что до посиал мы храли примерно 37 запасов, а те, что я хотел выехать 2 запасы в связи старости с хрбтицом, а дескоро я хотел 6 запасов, потому что я был раненым раменом. И в связи с другим, слабшие выконы, как мурство, плюс комбинация зранения и здравоохранных проблемов до посиал сегативно проявило, но, как я сказал, 2. полка сезона еще и пред нами, в большую половину сезоны и дуфам, что я еще много изменю. Дуфам, что до конца сезоны там достанешь, но по-дьми наспять. По вашему отходу из републики официальные спортивные органы и тлач вымазали ваше имя из их словника, а когда вы вспоминали, так ли, что, как вы чувствовали, когда вы были брать в Канаду в Канадском похаре? А раз я против Ческо-Словенску, а до конца там стрелил и гол. Так, я то странно, а тут прежде чем оттазки. Человек мастики с домом, чи уже с родином, чи с камератом, а пресне, как ты вспоминал, когда мы не дарили, когда мы были проблемы с контрактом, так написали, что наше имя наше имя Проти чему? Проти чему? Просте, что ниже надо делать. Но это нас не овплевнило и нам не забранило, чтобы мы продолжали в нашей особенной карьере в хокеи. Когда я первый раз храл на канадском похаре против ЧСССР, то я могу сказать, что это были смешанные ощущения, потому что было то мусство, за которым я храл четыре года. Самое, что днём как храк канадского мусства, как каждый спортсмен, который, когда вы получаете результаты, смешит их подать что-то лучше. Когда я был на стороне канадского мусства, я был пресвядачен, чтобы сделать что-то больше, чтобы канада выиграла. И я был очень рад, когда я был очень рад, Продолжение следует... 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 на двух встречах святого коммуникаста святого встреча как в словеском младенце в моем поконе мы приготовим сейчас к себе и если что-то неправдиво не станет там я и мой брат Антон Марьян там будет самозревле и самозревле с семьями родинами до свидания в Симмеринге на завер мащи шпециальны отказ про нашу словеску вереноси отказ кем я нечо отказать нечо нечо звлашное так будет то что предстоит споменул что я сам словак а я очень хрдин на то что я словак а на традицию в словеском которая tradула как мы нечо словесква традиция а малый словескый народ прежил лен потому что он был верным своем хрднотам а хрднотам духовным а хрдно был верным Пану Богу потому что я хотел сказать чтобы люди остали певны во вере чтобы держали сполу а покрачивали в традиции которая нам была занескана нашими предками которые смогли удержать малый словескый народ по громаде одновленный а верный Богу Петер дякуем ти за твою охоту а прем ти вшетко najleпше в твоем особном живота а тебе и твоим братом самозреjме а вем что завтра вечер а вем как ты будешь дома сполу между родином поэтому довол мне чтобы попрел тебе и твоим братом и вашим родинам милости плнной Ряноц счастливый и поземный Новый Рок Дякую Пекне Джор Дякую Важеные послухачи праве сте видели на образовке розховор с najleпшим slovenскым хоккеистом днешней добы увiedли sme его в плном знени без editovania с притин потому что это првый крат за 9 роков что Петер Шťасный поскитал такето интервью slovenскым периодикам а програмам в захраничии а что Словенска был првий который мог tentо представить сlovenске vereйности Петер старший брат Марьян будет главным речником на банкете который будет кона днят 8. априла с прíleжитостей 50. века выхласения slovenске самостатности На банкет sú позваны provinчные а меские представители Одна з najleпших slovenско-kanадских taneчных скупин Toronto Slovak Денцрс прислубила свою участь tiež на том подвижатии На зáвер chceme подякувать всеким которые заслужили о успешный пребе Silvestровской забавы чи у своя участь прача а аку кое-как подпора добру 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 нок довидения прачи 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 Субтитры создавал DimaTorzok